Я берусь... Да, но у вас есть вот этот запал взяться за дело, вот переодолеть этот страх, который мешает, и попытаться вот сделать это. Как людям бороться со своими страхами, потому что вот реально они могут чувствовать, что это их дело, это их, то есть, да? Но они по каким-то причинам боятся, они не решаются сделать важный шаг в своей жизни, и, грубо говоря, поменять себя, поменять жизнь. Вот что вам помогает вот такой вот аферистом таким быть? Как вы, как вы, удается это? Как же помогает? Да. Хорошем смысле этого слова. Не аферистом бы, а какое-то другое слово найти. Рискованным человеком. Ну, не совсем. Ну, пусть так будет, аферистом в хорошем смысле этого слова. Я понимаю, в чем опасение. Если человек не умеет делать операции и говорит, окей, я по ходу разберусь, то, конечно, он берет на себя очень серьезную ответственность. Если человек говорит, я не очень разбираюсь, как здесь, какие кнопки в самолете надо включать, но ничего, 400 пассажиров, садитесь сейчас, полетим. Понятное дело, что есть профессии, в которых без эксперимента невозможно развитие. Тренер не может начать разбираться в теме, а потом проводить тренинг. Как ни парадоксально. Потому что разобраться в теме он может в процессе проведения тренинга. По большому счету, тренинг – это не акт, я все знаю про эту тему, вы ничего не знаете, я вам сейчас объясню. Нет, нет, тренинг – это создание ситуации, в которой мы все познаем. Тренинг – это акт познания общий, совместный. И поэтому тренеру приходится браться за теми, в которых он некомпетентен, иначе он очень сужает поле своего профессионального применения. И поэтому в свое время я, занимаясь ораторским искусством, взялся за тему лидерства и начал ее разрабатывать. И только сейчас, мне кажется, я подобрался к тому уровню, к уровню экспертности, который соответствует тому, каким он должен быть. Потом я взялся за тему лайф-менеджмента, выстраивания структуры жизни. Вот структура компании, понятно, у меня есть тренинги по лидерству. Структура собственная, тренинг – self-made man, собственная структура. Я выстраиваю себя, какими я хочу, свою карьеру, жизнь. Но вот выстраивание жизни в целом – это интересная вещь, лайф-менеджмент. Я взялся за эту тему, не только не являясь в ней экспертом, но и будучи в таком состоянии по жизни, в полной как бы неразрушенности. Нет, разрушенность – это когда было хорошо, а стало плохо. А я выстроил ее кривобокую какую-то. У меня в каких-то вещах были успехи феноменальные, а в каких-то вещах у меня был дефицит полный, там было чем заниматься. Я в этом состоянии стал делать тренинги, проводя тренинг, я выстроил, наконец, структуру своей жизни, так, как я хочу, сбалансировал ее полностью, поддерживаю профессионально и могу этим делиться уже. То есть мы беремся за новое дело. Не то, чтобы смелость нужна, а… Может, какие-то шаги какие-то, алгоритмы, которые могут сдвинуть с мертвой точки. Нужно себе это разрешить. Самое главное, нужно себе это разрешить. Внутренне, наверное. Многие люди не разрешают. Они говорят, когда я научусь предпринимательству, я сделаю бизнес. Но это же абсурд. Это все равно, что сказать, когда я научусь водить, я сяду за руль. Так не может быть. Многие вещи постигаются только в процессе деятельности. Вы не можете… В конце концов, человек, который садится за штурвал в самолетах впервые, он летал на тренажерах, но никогда не летал на самолете. Он научится летать на самолете. То есть вы не давать летать на самолете, он не научится никогда. Поэтому первое, что вы должны сделать, это разрешить себе эксперимент. По большому счету, вся жизнь эксперимент. Вы родились на свет из-за того, что совпали десятки случайностей. Десятки, не две, а десятки случайностей сошлись во времени и пространстве. И вы были зачаты. Но для того, чтобы вы родились, еще нужны десятки случайностей. Потому что не всякое зачатие ведет к роду. Родившись, вы должны были совпать десятки случайностей, чтобы вы выжили. Вы дожили до года. И потом дальше, дальше, дальше. И так далее. Поэтому нужно… Все эксперимент. Наша жизнь эксперимент. И вы должны позволить себе экспериментировать. И последний вопрос, наверное, что вам дает, что движет вам, что дает энергию двигаться, потому что каждый лидер, у него есть всегда какие-то проблемы, сложности. Что вам помогает преодолевать вот эти сложности? Ну, во-первых, сложности, это не бывает без сложностей пути. Ну, то есть снашиваются подметки, нужно двигаться и так далее. Сложности, это не есть какой-то исключительный случай. Они входят в понятие путь, каким бы ни был путь. Когда люди любят друг друга, решают жить вместе, не обходятся без конфликтов. Два взрослых человека со сложившейся системой ценностей, безусловно, будут конфликтовать. Всегда будут конфликтовать. Они никогда друг с другом не согласятся в полной мере. Пока это будут независимые люди, конфликт отцов и детей будет всегда. Всегда будут трудности, чем бы вы ни занимались. Их не нужно преодолевать, с ними нужно работать. Это просто яйца составной части. Более того, трудности делают нас сильнее, как ни парадоксально. Потому что если в тренинге что-то не получается, ты начинаешь обращать на это внимание, с этим работать, узнавать, кто может в этом помочь, разбираться, как механика работает. Бац, и тренинги ты начинаешь проводить лучше. Трудности фокусируют наше внимание на том, с чем следует работать в первую очередь. Ни один предприниматель, он 20 предприятий сделал, 200 предприятий. У него всегда будут трудности при создании новых бизнесов. И он будет снова развиваться, познавать, двигаться дальше, дальше и дальше. Наивная надежда, что можно сделать безупречный бизнес или безупречный брак, или что-то безупречное, она, к сожалению, разбивается в реальность. Нужно принять трудности, ошибки, как данность, как неизбежную часть любого действия, которое вы сделали бы. И как кто-то сказал, самая большая ошибка – это попытаться ничего не делать для того, чтобы избежать ошибок. – Радислав, спасибо большое. И пожелания с Новым годом в Днепропетровск. – Ну, Днепропетровск, город, которым я был всего два раза в жизни, мне кажется, это совершенно несправедливо. Первый раз Днепропетровск у меня запечатлялся в памяти на всю жизнь. Я в Днепропетровске, тогда он именно так назывался, выступил на научной конференции. Я был единственным студентом, кто выступал с докладом. Все остальные были преподаватели вузов со всего мира. Это была международная конференция. И я, студент единственный, выступал там. Тогда не было слайд-проекторов, тогда не было мультимедийных средств. И я дома на ватмане нарисовал гуашью слайды. И во время выступления просто доставал их и показывал над головой. Все смеялись, это было совершенно неожиданно. Я получил хороший фидбэк. Многие подходили ко мне, заговаривали со мной, студентам, люди, профессуры со всего мира. Заговаривали со мной, их интересовало мое мнение о чем-то и так далее. Это была такая мощная инъекция. Я завирусовался публичными выступлениями в том числе в тот момент. Я понял, насколько это мощный инструмент. Ведь я бы остался, если бы я не выступил там, ну какое ко мне внимание, к моей работе жить. Я, Книг Секневич, ответственный. Я подготовился, сделал его ярким. Может быть, это был один из лучших докладов. Поэтому Днепр Петровск мне закончился в тот день. Второй раз я приехал и провел два тренинга при полном аншлаге. У меня был забит полностью зал до отказа, до последнего места. 450 мест. 450 мест. И еще не все попали в этот зал. И на второй день проданы были все билеты за две недели до тренинга. Это очень хороший индикатор готовности города развиваться. Тренинги дорогие у меня. Ничего с этим не поделаешь. Это рынок. И мы никуда от этого не денемся. И многие говорят, нет. Почему ты едешь туда? Там у людей нет денег. У людей война. Им не до того. Ничего не получится. Но я знал и верил, что все получится. Прямо я был уверен с самого начала. У меня не было ни секунды сомнений. И моя уверенность подтвердилась с такой реакцией. Отлично принимали. Отлично работали. Активно, включенно. Отличная площадка. Прямо все безупречно. И я прям даже... У меня там друзья из Днепр Петровск. У меня есть люди, с которыми я общаюсь. И был рад повидаться с ними. Поэтому я жду с нетерпением следующей поездки. Надеюсь, что наступающий год принесет мне как минимум одну поездку в Днепр. Я желаю всем, кто живет в этом прекрасном городе, больше поводов для того, чтобы радоваться своим успехам в разных областях. Политика, социальная жизнь, экономическая жизнь, семейная жизнь. И больше времени для себя самих. Если вы эффективно проживаете жизнь, у вас есть больше времени для того, чтобы посвятить его самому себе. Где важнейшейся частью является развитие самого себя. Спасибо большое. С нами был Радислав Кондопас, харизматичный лидер и просто человек с большой буквы. Спасибо. С вам, благослови вас. Спасибо. Счастливо.